Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. И вопросы сегодня связаны с тяжелым физическим состоянием человека. Муж инвалид. Можно ли жить с другим мужчиной? Этот вопрос так не решается. В том смысле, что ответ в прямом эфире дать невозможно. Это вопрос очень личный, интимный, если хотите, очень внимательного духовного руководства. То есть человек, которым вы откроете эту проблему, этот вопрос, он должен очень хорошо знать вас, вашего мужа, обстоятельства вашей жизни иметь достаточно образованным и, главное, рассудительным. А вот так просто с налетом ничего не сделаешь. Ну, скажем, а венчанный человек, венчанный ваш брак или нет? А верующий ваш муж или неверующий? А в какого рода его инвалидность? Вот и подобные вещи, которые, ну, на самом деле, вот надо по-другому, ну, вот в общем контексте они не решают. Сколько лет эта инвалидность продолжается, была ли она до брака, вот, или случилось во время брака, все это влияет на вопрос, если, на разрешение этой проблемы. Если брак венчанный, а стало быть, муж какой-никакой, но верующий, этот вопрос может решить только ваш, архиерей. Больше ни один человек на земле решить вам его не поможет. Ни один старец, ни один духовник, никто на свете, только ваш архиерей. Вот, надо прийти к нему на прием или встретить его в храме, добиться аудиенции, рассказать ему как можно подробнее обстоятельства вашей жизни, обстоятельства вашего брака, вот, и выслушать то, что он вам скажет, это и будет изречением воли Божьей. Еще раз подчеркну, только архиерей. Вот, есть книга, документ церковный, документ, который называется «Канонических аспектах церковного брака». Этот документ принят архиерейским собором в 2017 году. Этот документ, как и документ об участии верных евхаристий, должен быть на рабочем столе, напечатанном или в электронном варианте у каждого верующего человека, чтобы соотноситься с этим документом. Документом они очень важны и приняты совсем недавно. Вот, документ о канонических особенностях церковного брака, он принят в 2017 году, вот, совсем незадолго до всех нынешних событий для пандемии, в первую очередь. Вот, и ориентируясь на этот документ, там есть, пусть коротко, но излагается и проблема инвалидности у человека. Но в общем смысле, если это касается венчанного брака, еще раз повторю, все разговоры абсолютно бессмысленны, кого бы там ни было, или вопрос решает только архиерей. Если этот брак не венчанный, если этот брак, скажем, ну вот, просто светский, зарегистрированный, вот, и муж, более того, неверующий, то здесь человек более свободный, вот, причем там из контекста вопроса я понял, что предполагается не просто бросить мужа, инвалида, продолжать за ним ухаживать, а как просто за человеком, а заключить при этом новый, зарегистрировать брачный союз. Вот, наше законодательство, насколько я знаю, такую возможность предполагает, но только в случае, если брак не венчанный и муж не верующий. Можно пойти по пути светского законодательства, если муж не будет брошен, не будет оставлен на произвол судьбы, я думаю, никакого греха в этом не будет. Но еще раз, может, третий, четвертый раз повторю, что если брак венчанный, если это церковный брак, если муж верующий, то только архиерей может решить дальнейшую судьбу этого брака. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok